Привет дорогие зрители, сегодня у меня на разборе самые горячие новинки игровой индустрии, а именно топ 10 новых игр про зомби уходящего года. Все мы знаем, что такая тематика никогда не теряет своей актуальности, и разработчики продолжают радовать нас новыми и захватывающими проектами. Поэтому сегодня я собрал для вас самые интересные и интригующие игры о зомби, которые стоит обязательно попробовать. И перед тем как не начать, хочу напомнить вам о магазинах, в которых вы можете найти любые игры дешевле, чем на других платформах. Даже есть возможность автопополнения стима. Думаю теперь-то вы готовы окунуться в захватывающую атмосферу зомби апокалипсиса? Тогда давайте начинать. Add and Over Zombie Survivors. Это шутер, действие которого разворачивается в зомби апокалипсисе. Герою надоело прятаться под баррикадами, теперь пришло время заплатить арди зомби за нечестивое существование. Вирус распространился по всему миру, но человечество не собирается сдаваться. Самые решительные берутся за оружие и противостоят полчищам кровожадных монстров. Здесь нет сложного управления и видеороликов в несколько минут. Нужно просто взять машинку в руки и ворваться в большой мир. Игра похожа на выживалку с очень упрощенным режимом. Он создан для сражений, полных адреналина и незабываемых эффектов. В битве всегда участвует команда. Вы можете использовать разнообразные наборы перков и навыки поддержки, или сосредоточиться на своем любимом персонаже, чтобы сменить снаряжение и получить максимальные способности. Вы можете управлять одиноким солдатом спецназа, рядом с которым нет ничего, кроме верной сражевой собаки. Или целой командой крутых наемников, вооруженных катаной, огнеметом и ракетницей. Состав команды создается в зависимости от вкуса и предпочтения игрока. Его можно сделать непобедимым и подняться на вершину мира. Для игрока это цель номер один. Arizona Sunshine 2. Ожидаемое продолжение VR-сенсации. Готовится подарить и вихрь крови, кишков и смеха. Когда вы ступите на постаполептический ландшафт Аризоны, нежить, ласково прозванная Фредами, будет таиться за каждым углом, а ресурсы будут в дефиците. Чтобы сориентироваться в этом мире, вам придется проявить смекалку и мастерство, сражаясь с толпами зомби. Но не бойтесь, ведь вы будете бродить по пустошам не в одиночку. Познакомьтесь с вашим верным помощником Бадди-псом, обладающим одновременно шармом и свирепостью. Бадди не только растопит ваше сердце миловидностью, но и протянет лапу для защиты от неумолимых Фредов, используя укусы, царапины или даже оружие. Прохождение игры погружает геймеров в мрачную и графическую вселенную. Вооруженные множеством пушек, от дробовиков до огнеметов, игроки могут физически взаимодействовать со своим арсеналом, что придает действиям ощущение подлинности. Кроме того, новая система удаления крови гарантирует, что расправа с Фредами оставит тягостное и приятное впечатление. Помимо адреналиновых перестрелок, игра может предложить повествование о дружбе и выживании. Приготовьтесь смеяться и крепко сдружиться с главным героем и его приятелем, пока они будут преодолевать коварную местность. Попутно вы будете открывать скрытые истины и загадки, углубляясь в происхождение разрушительной вспышки. Dead Space Remake – это переиздание самой первой видеоигры, положившей начало целой франшизе. Жанр у нее остался прежним – научно-фантастический хоррор на выживание с видом от третьего лица. Действие все так же происходит в 26 веке на космическом горнодобывающем корабле Ишимура, а на роль протагониста снова был выбран Айзек Кларк. Завязка истории повторяет оригинал – инженер получает сигнал бедствия от врача Николь Брэннон. Прилетев к звездолету на ремонтном челноке Келлион, он узнает, что экипаж был перебит некроформами. После этого он пытается докопаться до правды, параллельно сражаясь с ожившими мутирующими трупами, и пытаясь сохранить рассудок после всех увиденных ужасов. Предыстория по традиции раскрывается через аудиозаписи и беседы с немогочисленными выжившими людьми. Игра была создана с нуля, и в ней появилась новая современная графика, а звук стал более объемным. Сражение с монстрами по-прежнему сопровождается кровью и мясом. Тварям можно и нужно отрезать конечности, чтобы их одолеть. Путешествие по отсекам зловещего судна теперь происходит без подгрузок. Карта стала не только бесшовной, но и более открытой, а локации обзавелись множеством дополнительных деталей. Lords of the Fallen – это ролевая игра от первого лица, где главную роль играет крестоносец, намеревающийся сразиться с демоническим божеством Адыром. Событие начинается через сотни лет после финала оригинальной части. После убийства демона прошло одно столетие, и страшное существо может воскреснуть. Единственным спасением вселенной станет главный герой, который отправляется в приключения по царствам живых и мертвых. В процессе прохождения игроки будут заниматься развитием героя или героини, улучшением характеристик и магических заклинаний, а также получением лучшего снаряжения. В вашем распоряжении два обширных царства. Первый – это мир живых аксиом, а второй – это умбрал – мир мертвых. И если герой погибнет, он попадает в мир мертвых, из которого можно выбраться. Все, что вам нужно сделать – это преодолеть путь, где поджидает различные адские твари. Что касается боевой системы, то игра предлагает динамичные поединки с программой, которых можно учитывать с помощью оружия ближнего боя или магических заклинаний. Помимо обычных врагов, игроков ждут сильные и ужасные боссы. Сражение здесь происходит намного быстрее, чем в оригинале. Ключ к победе в матчах заключается в использовании вашей ловкости и рефлексии. Терпение также важно, ведь во время стычек можно выявить уязвимые места в обороне противника и дождаться подходящего момента для атаки. А благодаря использованию продвинутого движка Unreal Engine 5, визуальный фон проекта выглядит детализированным и качественным. Call of Duty Modern Warfare 3 Zombies – это высокооктановая игра в жанре шутера от первого лица, являющаяся продолжением популярной серии Call of Duty Modern Warfare, и предлагает непревзойденный экшен-опыт вместе с элементами выживания и хоррора. В этой игре игроки столкнутся с обжившими мертвецами. Игровой процесс насчитывает несколько режимов, позволяющие игрокам исследовать различные карты и сражаться с ордами зомби. Режим игры могут включать в себя выживание, защиту определенных точек и выполнение заданий с некоторой историей. Также игроки могут выбирать различных персонажей с уникальными способностями – оружием и экипировкой. В процессе прохождения игры они могут собирать бонусы, улучшения и открывать новые области, чтобы повысить свои шансы на выживание. Зомби-режим предлагает захватывающую атмосферу, потрясающую графику и звуковое сопровождение, которое погружает игроков в напряженную и ужасную битву с зомбаками. Командная игра также очень важна, поскольку игроки могут сотрудничать с друзьями и другими игроками онлайн, чтобы повысить свои шансы на победу. Именно это неотъемлемая часть серии Call of Duty, которая предлагает захватывающий и адреналиновый игровой опыт для всех любителей зомби-апокалипсиса и шутеров общего действия. The Day Before В этой игре придется выживать в постпандемийной Америке. Это жанр многопользовательского экшена, дает игроку возможность исследовать открытый мир, где за каждым углом его подстерегают смертельные опасности. Опасность исходит не только от зараженных людей, которые просто хотят есть мясо, но и от здоровых. Их силы на исходе, поскольку они вынуждены конкурировать с другими выжившими за имеющиеся у них ресурсы. При этом выжившими остаются игроки, которые борются за место под солнцем. Игроки приходят в сознание в городе, которое они едва знают, поэтому они должны думать быстро. Ресурсы, которые можно найти в заброшенных или полузаброшенных зданиях, домах и магазинах, пригодятся для выживания. Главное здесь никуда не ходить без оружия. Оружия в игре детализированы и реалистичны. Людям будут выданы не только боеприпасы и продовольствия, но и транспортные средства, потому что сейчас самое время узнать правду. А для этого игрокам предстоит отправиться в колонию выживших. Люди там намного дружелюбнее, чем те, которых они встречают по дороге. Если вы не боитесь узнать правду о себе, пора отправляться в путь. Сенсет оф планет – это мир технологичного будущего, который обернется против человечества. Редкие выжившие все еще пытаются противостоять высокотехнологичным монстрам и тем, кто должен был их защищать, а не уничтожать. Главный герой – один из тех, кому удалось спастись, и теперь он путешествует по миру в поисках других людей, желая объединиться с ними для общего сопротивления. Нанотехнологии вышли на новый уровень. Что угодно может быть создано из этих микроскопических частиц, которые словно из воздуха создают заданный прибор. Такое изобретение, конечно же, начало применяться не только в бытовой, но и в военной отрасли. Огромные роботы, небольшие дроны для разведки универсальной машины-убийцы стали вмиг общедоступными. Только они не собирались слишком долго прислуживать человеку и, обретя свое сознание, напали на него. Мало кому удалось пережить эту кровавую войну. В один из таких дней мужчина в период поиска ресурсов наткнулся на странный предмет и включил его. Тем самым активизировал боевого солдата, который подчиняется его приказам. Возможно, именно он станет ключом к спасению всего мира. Нано-компаньон Sinset of Planet может принимать различные формы и классы, но обучаться этому он будет постепенно в процессе боя с другими такими же роботами. Игрок может пройти сюжетную линию или отправиться на арену между пользователями в формате своеобразной королевской битвы по одиночку или в команде. The Walking Dead – прямое продолжение приключения, в котором предстоит узнать, что за угрозы появились и какие особенности их объединяет. В данной главе представлены новые второстепенные персонажи, локации, вооружение и другое снаряжение, позволяющее сделать подопечного сильнее. Протагонист окажется на пути к финальному сражению за судьбу его родного места. Игрок будет исследовать новый Орлеан, наполненный нежитью. Геймплей предназначен для очков виртуальной реальности, предлагая множество функций и возможностей в сражениях с ходячими мертвецами. Геймеру понадобится перемещаться по современному городу и сражаться с зомби. В битве можно пользоваться огнестрельным или холодным оружием, а также ловушками или тупыми и универсальными предметами. Бои основаны на интуитивно понятной физике. Коллекция оружения будет расширяться по мере прогресса, предлагая импровизированные типы оружия или другие предметы. Игрок способен выбирать, помогать выжившим или мешать им, став святым или грешником. Новый Орлеан содержит десятки скрытых локаций для исследования, где можно познакомиться с новыми персонажами или разблокировать снаряжение. Resident Evil 4 Remake – приключенческий экшен от третьего лица, где мы вновь отправляемся на борьбу с коварными и бездушными зомби. Исполни роль главного героя – агента Кеннеди, которому предстоит пройти немало испытаний, чтобы достичь поставленной цели – спасти дочь самого президента. Все задания он всегда исполнял с легкостью и точно в срок. На этот раз Кеннеди столкнулся с более ужасными вещами, которым нужно как следует подготовиться. Одним из важных обновлений игры стоит отметить ее графику, которая стала в разы реалистичнее, а поэтому ты попадаешь в еще более жуткую и держащую в напряжении атмосферу. Мир игры стал максимально детализированным и проработанным, позволит игроку исследовать все, даже самые потайные локации. Правильность решений будет влиять на ход событий, поэтому всегда нужно быть внимательным, стараться продумывать каждый шаг, подкручив смекалку и хитрость. Сюжет насыщенный и многолинейный, а поэтому скучать у тебя точно не будет времени. Dead Island 2. Продолжение одноименного зомби-экшена от первого лица. События игры стартуют спустя несколько месяцев после окончания первой игры. Вирус добрался до солнечной Калифорнии. Всю территорию оцепили войска США. Герой попадает в центр зомби-апокалипсиса и каким-то чудом выживает. Теперь ему необходимо противостоять армии живых мертвецов, используя множество огнестрельных пушек и оружие ближнего боя. Весь арсенал имеет шкалу силы и воздействия на врага. Игрок будет перемещаться по обширной территории, выполняя различные квесты и поручения от выживших NPC. Основной задачей будет не только выживание, но и поиск выживших. Протагонист собирает множество ресурсов, включая деньги, воду, провизию и многое другое. Присутствует шкала выносливости. Она тратится за любое совершенное действие, будь то замах оружием, бег или прыжок. По мере прохождения игры будут открываться новые локации для исследования, где будут представлены новые квесты и герои. Убивая нежить и выполняя миссии, герой получает очки опыта, которые может потратить на дополнительные способности. Всего представлено три ветки развития. Ярость, владение оружием и выживание, позволяющие быстрее регенерироваться и восполнять здоровье. Вот и подошел к концу мой топ 10 новых игр про зомби. Каждая из этих игр предлагает нам интересные геймплейные механики, захватывающие сюжеты и эпические сражения с живыми мертвецами. Выбирая любую из этих игр, вы точно не останетесь равнодушными и получите огромное количество адреналина. Уверен, вы найдете своего фаворита среди этих зомби шедевров. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы и другие мои топы. Желаю удачи во всех ваших игровых приключениях и до новых встреч на моем канале. Спасибо за просмотр и приятного вам дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова